Один из самых частых вопросов, который получает врач-онколог, какие причины вызывают рак и как от этого себя обезопасить. Это действительно важно, ведь зная факторы риска, вы можете снизить вероятность развития этой болезни. Меня зовут Анастасия Мачалова, я врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук. Я придерживаюсь принципов доказательной медицины, поэтому в этом видео я расскажу о причинах возникновения рака, которые нашли наибольшее подтверждение в научных исследованиях. Вы узнаете, как питание, генетика, инфекции и другие факторы влияют на наше здоровье. И самое главное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя. Это информация, которая может спасти жизни, поэтому делитесь этим роликом, чтобы люди, которых вы любите, узнали об этом. Первая причина – неправильное питание. Скажу непопулярную вещь, но как врач-онколог с 15-летним стажем я не могу об этом не сказать. Многие популяризаторы медицины в интернете, пользуясь высоким интересом людей к вопросу питания в контексте онкологии, пытаются придать некоторым продуктам какие-то зловещие качества. В том числе наделяют их способностью вызывать онкологию. Но дело в том, что наука не стоит на месте, и то, что вчера было истиной, сегодня может быть опровергнутой. И постоянно проводятся исследования. На данный момент нет таких данных, которые 100% доказали бы прямую связь между продуктами питания и вероятностью возникновения рака у человека. Мы допускаем такую вероятность, что несбалансированное питание, то есть питание, в котором существует большой перекос в сторону насыщенных жиров, обработанной мясной продукции, быстрых углеводов, может привести к таким состояниям, например, как ожирение, диабет, воспалительные процессы, которые, в свою очередь, как раз и являются факторами риска возникновения онкологии. В 2016 году Международное агентство по изучению рака на основании мета-анализа пришли к выводу, что ожирение является фактором риска возникновения 13 видов рака. Какие именно виды, я оставлю в описании, посмотрите обязательно. А в 2024 году на ежегодном конгрессе по ожирению были представлены результаты масштабного исследования, в котором более 40 лет наблюдали за 4 миллионами пациентов. И оказалось, что ожирение связано с 32 типами рака и установлены связи между возникновением редких опхолей. То есть вопрос, друзья, не в продуктах питания, а в несбалансированности питания. Здоровое питание – это ваша первая линия защиты от рака. Кстати, вот в этом ролике я рассказываю об этом больше. Вторая причина – генетика. Согласно данным Американского общества клинической онкологии, АСКО, около 10% всех случаев рака имеют наследственную природу. Это означает, что у этих пациентов присутствуют наследственные генетические мутации, которые повышают риск развития определенных видов рака. Существует более 50 известных наследственных онкологических синдромов, обусловленных мутациями в определенных генах. Сильно вдаваться в это не буду. Думаю, важнее будет указать признаки, на которые необходимо обратить внимание каждому человеку. Что должно насторожить? Признаки, указывающие на семейный анамнез онкологии. Первое – это множественные случаи рака в семье. Если у нескольких близких, родственников, родителей, братьев, сестер, бабушек или дедушек были диагностированы онкологические заболевания. Второе – если рак диагностируется у родственников до 50 лет. Это может быть индикатором генетической предрасположенности. Третье – одинаковые типы рака у нескольких членов семьи. Четвертое – наличие в семье уже подтвержденных мутаций в генах. Но это еще не значит, что онкология обязательно случится. Это всего лишь повод быть на чеку. Ранее обнаружение рака увеличивает вероятность успешного лечения до 90% в зависимости от формы. Регулярные скрининги для групп риска – это то, что я могу вам рекомендовать. Третья причина – инфекционный канцерогенез. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 15% всех случаев рака в мире вызваны инфекциями. Вирус папилломы человека – ВПЧ – один из главных виновников, в частности, фактор риска для развития рака шейки матки, а также увеличивает риск опухоли гортаноглотки и анального канала. Гепатиты B и C виновны за возникновение рака печени. И это еще не все. Бактерия Helicobacter pylori, поражающая желудок, повышает риск развития рака желудка в несколько раз. Но хорошая новость в том, что мы можем защититься. Вакцинация против ВПЧ снижает риск заражения на 90%, а прививка от гепатита защищает миллионы людей от онкологии. Лечение Helicobacter на инфекции снижает риск возникновения рака желудка. Поэтому, если у вас обнаружили Helicobacter pylori, и вам врач говорит о том, что это не страшно, то обязательно обратитесь к другому врачу для того, чтобы провести своевременное лечение этой инфекции. Если говорить про вирус гепатита, то сейчас есть вакцинация против гепатита B, и необходимо регулярно сдавать анализ на своевременную диагностику. Четвертая причина – вредные привычки. Если по поводу питания люди особенно интересуются, то в то же время они мало придают значение своим вредным привычкам. При этом курение, алкоголь, нарушение сна, малоподвижный образ жизни являются куда более подтвержденными факторами риска развития онкологии. По данным Американского онкологического общества, курение вызывает 87% случаев рака легких у мужчин и 70% у женщин. Другое исследование показало, что курение связано с повышенным риском развития 14 видов рака, включая рак мочевого пузыря, почек и желудка. Весь список также оставлю в описании. Американская ассоциация по исследованию рака отмечает, что в 2019 году более одного из 20 случаев рака на Западе были связаны с употреблением алкоголя. В случае с нарушением режима сна и малоподвижным образом жизни дела обстоят также плохо. А теперь представьте, если к курению добавляется алкоголь, плохой режим сна, что тогда будет? Несомненно, с каждым новым фактором риск заболеть повышается. Кстати, напишите в комментариях, интересно ли вам получить информацию о связи режима сна и риском развития онкологии. Об этом есть очень много интересных сведений. Пятая причина – хроническое воспаление. Знали ли вы, что хроническое воспаление может стать причиной рака? В норме воспаление – это защитная реакция организма. Но если оно становится постоянным, клетки начинают повреждаться, что увеличивает риск мутации. По данным исследований, до 25% всех случаев рака связаны с хроническими воспалительными заболеваниями. Так, например, гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori, увеличивает риск возникновения рака желудка. А хронический гепатит B и C – основная причина рака печени. Интересный факт – хронический колит повышает вероятность рака кишки более чем в 4 раза. И контроль воспаления через своевременное лечение, правильное питание, здоровый образ жизни помогает минимизировать эти риски. Воспаление – это сигнал вашего организма. Не игнорируйте его, позаботьтесь о себе. Шестая причина – хронический стресс. Стресс – это больше, чем просто плохое настроение. Хронический стресс может стать катализатором серьезных проблем со здоровьем. И мы рассматриваем его как фактор риска возникновения онкологии. В то же время хронический стресс, как и продукты питания, наделяют слишком большим значением в контексте онкологии. Сказать, что есть однозначные и убедительные данные, что хронический стресс вызывает онкологию, я не могу. Но важно отметить, что стресс может оказывать влияние на общее состояние здоровья, на иммунную систему, что в свою очередь может косвенно влиять на риск развития различных заболеваний. Однако прямой и количественно выраженной связи между уровнем стресса и риском развития рака молочной железы на данный момент не установлены. Поэтому помним об этом и стараемся по возможности минимизировать стресс.